В нем очень много кунжута. Тающее во рту, рассыпчатое, ароматное, питательное и полезное печенье. Источник кальция, магния, железа и многих других полезных веществ и витаминов. Рекомендую. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. К 100 грамм мягкого сливочного масла всыпаем 60 грамм сахарной пудры. Лопаткой перетираем эти два ингредиента вот до такого однородного состояния. Далее вливаем наш основной ингредиент. 130 грамм тахина. Тахин – это очень полезная паста из семян кунжута. Еще добавляем 1 четвертую часть чайной ложки соли, 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 чайную ложку экстракта ванили. Это также может быть ванильный сахар или ванилин. Теперь лопаткой тщательно перемешиваем все продукты до однородности. После чего в несколько приемов всыпаем пшеничную муку. И все так же лопаткой замешиваем очень мягкое и нежное тесто. Делать это кунжутное печенье довольно просто и быстро. Не требуется особого труда, а результат потрясный. Делать это кунжутное печенье. Вот какое должно получиться по консистенции теста. Ставим его на 5 минут в морозильную камеру. Ну или минут на 20 в холодильник. Тесто необходимо немного охладить. Формовать печенье также очень просто. Набираем полную чайную ложку теста. Скатываем его в кружочек. Обваливаем в сахарной пудре и перекладываем на противень, застеленный пергаментом. Сахарную пудру можно перемешать пополам с крахмалом, чтобы печенье получилось менее сладким. А еще можно обсыпать семенами кунжута. Раскладываем печенье на расстоянии друг от друга. При выпекании оно немного расплывается. Продолжение следует... У меня получилось 22 штуки. Немного его приплющиваем и ставим в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Выпекаем печенье до слабого румянца. Примерно 15-20 минут. Все готово. Оставляем на решетке до полного остывания. И только потом готовое печенье получится взять в руки. В горячем виде даже не пытайтесь, оно сразу рассыпается. Неимоверно вкусное и ароматное получается печенье из кунжутной пасты. Обязательно приготовьте и попробуйте. Приятного всем чаепития! Благодарю всех за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии и делитесь роликом с друзьями. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов! Пока-пока! Пока-пока!